Система Земли, Солнца и Луны представляет собой прекрасный пример закономерностей и циклов, которые мы наблюдаем ежедневно. Эти закономерности охватывают фазы Луны, затмения и времена года, и все это зависит от положения и движения этих небесных тел. Сама Луна не излучает свой свет, вместо этого мы видим его сияющим, потому что он отражает солнечный свет. Когда Луна вращается вокруг Земли, освещенная часть Луны, которую мы видим, меняется, создавая фазы Луны. Эти фазы включают новолуние, растущую Луну, первую четверть, растущую Луну, полнолуние, убывающую Луну, третью четверть и убывающую Луну. Затмение происходит, когда Солнце, Луна и Земля выравниваются. Солнечное затмение происходит, когда Луна перемещается между Землей и Солнцем, блокируя свет Солнца и отбрасывая тень на определенные части Земли. И наоборот, лунное затмение происходит, когда Земля находится между Солнцем и Луной, и тень Земли падает на Луну, в результате чего она кажется темной или красной. Ось Земли наклонена относительно ее орбиты вокруг Солнца, и этот наклон в сочетании с орбитой Земли в течение года приводит к смене времен года. Когда Земля наклонена к Солнцу, для этого полушария наступает лето, потому что солнечные лучи падают на Землю под более прямым углом. И наоборот, когда Земля наклонена в сторону от Солнца, наступает зима, потому что солнечные лучи падают под меньшим углом, распределяя интенсивность солнечного света по большей площади поверхности, что приводит к более низким температурам. Весна и осень представляют собой переходное время между этими крайностями, когда Земля наклонена ни к Солнцу, ни от него. Эти закономерности и явления неразрывно связаны с положениями и движениями Земли, Солнца и Луны. Итак, в следующий раз, когда вы посмотрите на Луну, станете свидетелем затмения или насладитесь сезонным напитком, найдите минутку, чтобы задуматься о том, как положения этих небесных тел сыграли решающую роль в создании этого.